Туманбай Туманбай в короткий срок собрал довольно большую армию, но часть из них были наемники. Только под угрозой расправы они вышли на поле боя. Это сражение началось 22 января 1517 года. Туманбай поклялся убить турецкого султана Селима. Вместо Селима в шатре оказался великий визирь Синан Юсеф Паша, и именно он пал от руки Туманбая. Мамлюков было слишком мало, чтобы одолеть армию Селима. Это была последняя великая кавалерийская атака Средневековья. Когда Каир был взят турками, уличные бои продолжались три дня, и был момент, когда казалось, что черкесы победили. Турки бежали из города, а в пятничной молитве читалось имя Туманбая. Последнее сражение произошло в марте 1517 года под пирамидами. Два дня кипела битва. От мамлюков оставалась очень малочисленная группа, сообщает Ибн Зубуль. Но каждый из них был равен тысяче, и если б не агрестрельное оружие османов, они бы вырезали их до последнего солдата. После поражения Туманбай искал убежище у бедуинского вождя, которому некогда спас жизнь. Туманбай был воспитан обычаями своей кавказской родины, где хозяин дома должен был защитить гостя даже ценой жизни. Он бы не поверил, если бы ему сказали, что спасенный им от смерти когда-то предаст его. Но бедуинский вождь выдал Туманбая туркам. Султан Селим был восхищен храбростью Туманбая и хотел сохранить ему жизнь. Но эмиры уговорили его не делать этого. Слишком велика была вероятность, что он снова соберет войско. Кончина славного воина была бесславной. Его повесили здесь, в этих воротах. Они называются ворота Бабзуэйла и сегодня стоят в центре Каирского рынка. Туристы ходят по балконам древнего строения и не знают о той трагедии. Здесь последний черкесский султан Египетской империи последний раз видел небо и солнце. Хронисты средневековья отмечают невиданный расцвет египетской культуры во времена мамлюков. Издание книг увеличилось. Было построено большое по тем временам количество публичных библиотек. В одном только Каире 14. При мамлюках стихи стали записывать в форме различных геометрических фигур. Переписывали стихами, важные события описывали в стихотворной форме. Общались с рифмованным иносказанием. Общение влюбленных стихами и иносказанием было одной из самых интересных форм культуры черкесов. И дожила она до начала 20 века. Но в Египте стала письменной. Египтяне внесли в нее свой вклад, добавив запись стихов в геометрических формах. Не зря Восток является праотцом мировой математики. Все это является одним из ярчайших примеров синтеза культуры. Черкесские султаны носили титул султан ислама и мусульман. А свое государство рассматривали как центр мусульманства. Вот что пишет об этом русский историк Иванов. Эта единая земля ислама должна иметь своего вождя. Им считался могущественный правитель. Таковыми в глазах мусульман являлись черкесские султаны Египта. Их власть признавалась в Мекке и Медине. Их эмиры руководили хаджи. Все мамлюкские султаны обладали исключительным правом отправлять священное покрывало для Кааба. Это право было закреплено за ними почетным титулом служитель обоих священных городов. Каждый год покрывало для Каабы привозили из Каира. Оно было расшито золотыми нитями и весило более двух с половиной тонн. Вначале их не снимали, а накладывали одно на другое. Но накапливающийся вес мог повредить камню. Поэтому старые стали снимать, разрезать на кусочки и рассылать особо почитаемым религиозным деятелям. Многие правители Востока мечтали отобрать право на покрывало Каабы у египетских султанов. Например, правитель Востока Шахрух послал в Каир письмо, в котором сообщал, что желает покрыть Каабу. Ему было отказано, а посла избили до полусмерти. «Если Шахрух обладает какой-то властью, пусть докажет это», – таков был ответ из Каира. Шахруху рассказали о происшедшем, но он ничего не предпринял. «Клянусь жизнью», – восторгался Ибн Тагри Берди. Этот поступок был одним из лучших деяний Аль-Малика Аль-Ашрафа, благодаря чему честь египетских армий будет жива до самого судного дня. Адыги начали принимать мусульманство с XVII века, тогда как христианство у них было со времен византийского императора Юстиниана. Но и христианская вера бытовала наряду с языческой. В средневековых египетских хрониках есть указания на то, что детей, привезенных с Кавказа, обращали в мусульманство и учили Коран. Сложнее проследить религиозный путь взрослых. Известно только, что арабы считали их немусульманами. Египет того времени был очень религиозной страной, и возможно, что сыны Кавказа со временем проникались этим чистым религиозным духом. Как бы там ни было, адыгские султаны Египта построили здесь прекрасные мечети. Субтитры создавал DimaTorzok Средневековая одежда черкесов на Кавказе и в Египте малоизучена. О ней можно судить по некоторым описаниям и картинам художников. Очевидно, что кольчужные доспехи носили везде. Но в Египте шлемы часто повязывали чалмой. Этот излюбленный головной убор Востока хорошо защищает от палящего солнца пустыню. Вряд ли одежды в наших постановочных моментах всегда похожи на те, что были на мамлюках. Этнографических исследований на эту тему в России нет. Но в арабских источниках имеются указания на то, что и султан, и высокопоставленные черкесы одевались в простые одежды. Это одна из привычек черкесов, привнесенная мамлюками в Египет. Конечно, мужчины, занятые войнами и различными государственными делами, привлекали средневековых хронистов больше, чем женщин. И все же есть интересные подробности, касающиеся и женщин. Известно, что Баркук был окружен всеми родственниками – отцом, сестрами и двоюродными братьями. Его старшая сестра, пишет хронист Ибн Тагри Берди, скормила его грудью вместе со своим ребенком. Она не знала ни слова по-турецки и по-арабски. Самой сильной ее клятвой была клятва головой Баркука. Костюмы черкешинок в египетских дворцах малоизвестны. Об их красоте писали все те, кто их видел, а о костюмах немногие. Мусульманство запрещает изображение людей. Только рисунки европейских авторов проливают свет на костюмы кавказских обитательниц и египетских дворцов. Но этих рисунков немного.